Вчера на строительстве кадетского корпуса помогали сотрудники Сбербанка. Их эстафету приняли журналисты республики. О том, что из этого вышла Ольга Пырочкина. На строительстве кадетского корпуса журналисты и блогеры встречаются регулярно. Только обычно с микрофонами, ручками и блокнотами. В этот раз с другими орудиями труда. Сегодня сказали, нужно привести обязательно в порядок блок А. Это основной корпус, где мы работаем. И как таковая работа уже здесь завершена. Осталось прибраться, подмести пол, убрать строительный мусор, вынести его отсюда. И, видимо, потом мы будем мыть полы. Директор медиахолдинга, шафредактор или простой корреспондент – неважно. В руках со щеткой и совком все равны. Пока я не квалифицирую на рабочий, поэтому пока только со шваброй. Где все твои колени? Вот каждый себе нашел по кабинетику. На меня оставили коридор. Обычная борьба между СМИ разворачивается за спикеров, кто первым возьмет интервью. В этот раз на месте спикера оказались ведра. Так мы подумали сначала. Оказалось наоборот. Совместная работа продюсера Таванрадио и технического директора нашей телерадиокомпании по разделению склеившихся. Когда с горизонтальными поверхностями было покончено, медийщики перешли на вертикальное. За мытьем разных сторон одного окна мы застали от директоров двух главных телеканалов региона. Какое по счету окно? Сегодня третье окно. Мы вот домываем. Дома не мою, честно говоря. У меня только один вопрос к вам. Не страшно? Нет. Четвертый этаж – это нормально, да? Меня поддерживают мои коллеги, дорогие. Нет, конечно, мне не страшно. В такой компании. Ученики, которым предстоит жить в этой комнате, смотреть на парк через чистое окно, будут уже благодаря помощнику министра информполитики. Считаю, что для ученика важен свет. В том числе свет из окон. Поэтому я взялась за окна. Субботник закончился, но все они встретятся на следующий день на этом же месте. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев.